Здравствуйте! А теперь в эфире сфотка происшествий города и округа за минувшие сутки. В ночь с 1 на 2 июля в Салихарском дачном товариществе «Надежда» загорелся частный дом. На момент прибытия пожарных здание было почти полностью объято пламенем. В ходе тушения были обнаружены тела двоих погибших – мужчины и женщины. Их личности устанавливаются. Пожар был локализован спустя 40 минут и потушен спустя 2,5 часа. Причины возгорания устанавливаются. Накануне днем в Ноябрьске на улице Мира загорелась деревянная двухэтажка. Расселенный дом, по словам очевидцев, вспыхнул не впервые. На этот раз горение наблюдалось в первом и втором подъезде. Спустя 36 минут пожарные ликвидировали открытое горение на площади 130 квадратных метров. Погибших и пострадавших в пожаре удалось избежать. Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на 50-м километре автодороги Тюмень-Нижняя Тавда. Под машину попала 32-летняя жительница села Андрюшино. Женщина погибла. Предварительно известно, что она шла по проезжей части без световозвращающих элементов, которые могли бы сделать ее заметнее для водителя. За рулем Лифана находился 29-летний житель Нижней Тавды. Обстоятельства ДТП выясняются. Дорожные полицейские с Алихарда задержали бесправного и пьяного водителя. Инцидент произошел 30 июня вечером. Экипаж ДТП остановил иномарку для проверки документов. Стражи порядка обратили внимание, что у 38-летнего водителя есть явные признаки опьянения. От прохождения свидетельствования мужчина отказался. Также дорожные полицейские установили, что в апреле прошлого года он уже привлекался за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь водитель может остаться не только без прав, но еще и без автомобиля, а также выплатить внушительный штраф. Правоохранителям Пуровского района 28 июня обратились две местные жительницы с заявлениями о мошенничестве. 60-летняя потерпевшая решила заработать денег на ремонт квартиры на одной из брокерских платформ. С ней связался неизвестный и предложил стабильный и гарантированный доход. Женщина планировала вложить 20 тысяч рублей. Однако ей решила помочь дочь, чтобы заработок был еще больше. 28-летняя северянка оформила кредит в банке и перевела деньги на продиктованные злоумышленниками счета. Таким образом, северянки потеряли почти 2 миллиона рублей. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова